Здравствуйте! В эфире обзор прессы. Как обычно, мы расскажем о самых важных публикациях прошедшей недели. О всероссийской сельскохозяйственной переписи рассказывает газета «Советская Чувашия». Глава республики Михаил Игнатьев с руководителем Федеральной службы государственной статистики Александром Суриновым побывали в агрофирме «Альдеевская» и в личном подсобном хозяйстве семьи Павловых из поселка Новые Тренкосы Чебоксарского района. И на их примере посмотрели, как проходит сельхозперепись в Чувашии. И в агрофирме «Альдеевская» и в семье Павловых переписчикам честно ответили на вопросы. А высоким гостям показали современные технологии в сельском хозяйстве. В агрофирме сообщили, что они увеличивают производство овощей, повышают урожайность, строят новую теплицу. Семья Павловых сообщила, что ежегодно откормливают бычков, держат кур и индеек, выращивают фрукты, овощи и цветы. Газета приводит цитату главы Росстата Александра Суринова. Чуваши ответственные с пониманием отнеслись к проведению Всероссийской сельскохозяйственной переписи. Работа в республике проводится на высоком качественном уровне. Переписчики очень сильные, знающие сельскую жизнь. Кроме того, впервые для сбора информации по отдельным личным подсобным хозяйствам будут использованы планшетные компьютеры, что позволит сократить сроки автоматизированной обработки данных. Новочебоксарская газета «Грани» сообщает об изменении закона о проведении капитального ремонта в многоквартирных домах. В Новочебоксарске прошел семинар для председателей советов многоэтажек. В частности, заместитель министра строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской республики Максим Иванов рассказал, что сократился срок вступления в силу решения собственников жилья о прекращении формирования фонда капитального ремонта на счете регионального оператора. То есть, если жильцы решили копить деньги на капремонт на специальном счете дома, а не в общем котле, то сделать они это смогут через год после принятия решения, а не через два, как было раньше. В целом, закон Чувашской республики принят для обеспечения проведения современного и качественного капитального ремонта и направлен на улучшение условий проживания граждан в Чувашской республике, заметил Максим Иванов. Тему ЖКХ продолжают чебоксарские новости. Со ссылкой на региональный центр общественного контроля в сфере ЖКХ издание утверждает, жители Чувашии больше всего волнуют переселение из аварийного жилья и управление многоквартирными домами. За основу были взяты письменные обращения и звонки на горячую линию центра во втором квартале этого года. Газета объясняет, первый вопрос в республике имеет масштабный положительный опыт решения. Соседи видят, как расселяют аварийные дома, семьи переезжают в новые благоустроенные квартиры. Оттого и интересуются в центре общественного контроля, не завершится ли программа расселения аварийного жилья после 2017 года. Управление многоквартирными домами – тема всегда актуальная. Здесь надо и законы знать, и за деятельностью управляющих компаний ТСЖ следить в оба глаза. А вот благоустройство дворов и реализация программы капремонта многоквартирных домов не относятся к числу так называемых больных тем. А все потому, пишет газета, что в Чувашии над этим работают. В Чувашии работают горячие линии по вопросам капремонта как на уровне Минстроя Республики, так и в муниципалитетах. Регулярно проходят встречи специалистов госжилы инспекции, районных администраций, общественных организаций, сотрудников прокуратуры с председателями домовых комитетов. Активисты получают необходимую информацию и разъяснения законодательства. Что касается благоустройства, то в Чувашии эффективно действуют муниципальные программы. К примеру, этим летом в Чебоксарских дворах уже оборудовано 70 игровых комплексов. Милости просим или где побывать этим летом, не выезжая из Чувашии? Газета «Аргументы и факты» подготовила краткий экскурс по русским городам Республики с историческим прошлым и интересными туристическими местами. Малинский посад известен своей набережной и государевой горой, у подножия которой бьет множество целебных ключей. Местные жители расскажут множество легенд, связанных с Екатериной II. Алатарские монастыри известны среди паломников всей страны. В настоящее время здесь 8 приходских и 10 монастырских действующих храмов. Свято-Троицкий мужской монастырь, построенный в 1584 году, является памятником культуры. Монастырь знаменит чудотворной Ключевской казанской иконой Божьей Матери. Про Шумерлю говорят, что это город черемухи и топких болот. В этом году, в сентябре, город отмечает 100-летие с даты основания и активно начал подготовку к празднику, в том числе облагораживание города в целом и реконструкцию некоторых исторических зданий. В общем, издание предлагает своим читателям на собственном опыте убедиться в правдивости поговорки. Деньги и время, потраченные на путешествия, никогда не будут потрачены зря. На сегодня это все. Обзор пресса следит за развитием событий и увидимся через неделю. Редактор субтитров А.Семкин